Пять претендентов было на золото первенства Дальнего Востока и Забайкалья по хоккею. Заключительный этап стал для уссурийских команд домашним. Предыдущие два этапа проходили в Хабаровске и посёлке Свободный. Тогда нашим игрокам 14 и 16 лет не удалось подняться на вершину пьедестала. Возвращались хоккеисты Приморья с серебряными наградами. Но на третьем этапе соревнований победа особенно важна. По итогам трёх этапов, всё равно команда, которая в третьем этапе завоёвывает первое место, оно становится победителем Дальнего Востока и Забайкалья. На правах хозяев уссурийские хоккеисты были в большинстве. Тренер поделил команду на два самостоятельных состава по уровню подготовки. Приморья-1 было в середине турнирной таблицы, в то время как игроки основного Приморья с первого матча взяли курс на победу. Соперники были все практически равны, уровень практически одинаковый. Все играют так, как умеют и показывают свою игру. Приморья успешно начала первый матч. Хоккеисты из Амурской области уступили местным игрокам со счётом 2-7. Прямой конкурент и ещё один претендент на золото – полюс из Владивостока – тоже не выдержал натиска. 7-2 в пользу уссурийцев. Гости из Большого Камня проиграли с ещё более разгромным счётом – 4-10. Исход уссурийского дерби уже ничего не решал. Основной состав Приморья – чемпион Дальнего Востока из Забайкалья. Уступив на первых этапах, на заключительном хоккеисты показали всю свою силу. Там нам тоже не повезло. Где-то пацаны позаболели, травмы. Сейчас собрались, выиграли. Владивостокские ребята из полюса ехали к нам за победой. Но в итоге получили только огорчение и серебряные награды. Разочарование, конечно, есть. Но вот мы приехали, и первая игра у нас была с нашими прямыми конкурентами – команда «Уссурийска». Где-то не собрались, где-то немного не повезло. Было много моментов, но мы не забили. Вот так получилось. Проиграли первый матч, оставшиеся выиграли, но уже ничего было не изменить. Поэтому заняли второе место. Тройку призеров замкнули гости из Большого Камня. На этом серьёзные соревнования для хоккеистов 14-16 лет в этом сезоне завершены. Зато их младшие товарищи 2002 года рождения уехали в Казань. До 20 апреля «Приморье-2002» будет играть на финальном этапе всероссийской золотой шайбы.